Основные принципы. Отправляться на обувной шоппинг стоит во второй половине дня, так как ближе к вечеру ноги у всех немножко отекают, поэтому вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя размер. Конечно, можно мерить и утром, но тогда велика вероятность, что новая пара будет вам натирать, если вы проходите в ней целый день. Лучшим материалом для обуви принято считать натуральную кожу. И это действительно так, потому что данный материал не создает парниковый эффект, а значит ваши ноги будут дышать. Кожа не обязательно должна быть только гладкой. Обувь из замшин, убука или шевро также будет комфортной. А вот лакированные модели стоит выбирать только на выход в холодное время года, так как ноги в них сильно потеют. Обувь из ткани наоборот подходит для теплого времени года. Еще одно преимущество обуви из натуральной кожи – это эластичность, которая обеспечивает хорошую посадку на ноге. Желательно выбирать модели, у которых подошва достаточно гибкая, но не очень тонкая. В таком случае вам будет удобно ходить, но при этом вы не будете ощущать каждый мелкий камешек. Выбирайте обувь, у которой внутренняя часть мягкая или имеет жестких швов, которые могут натирать ногу или вызывать другой дискомфорт. Обувь должна быть устойчивой, поэтому обращайте внимание на подошву под носочной частью и каблук. Подошва должна иметь хотя бы небольшой рельеф, иначе по гладкому полу вы будете не ходить, а скользить. Недостаточно просто выбрать обувь, нужно понять, сможете ли вы в ней ходить или нет. Поэтому перед покупкой обязательно пройдите в новой паре хотя бы несколько метров по твердому полу, так вы поймете, комфортно вам в ней или нет. Потому что хорошо стоять на мягком ковре можно даже в самых неудобных и неподходящих по размеру туфлях.